Месяца мы отрисовали списки, они менялись каждый день. Кто-то шел, кто-то не шел, кого-то вы отменяли, потом обратно звали. В общем, я хочу, чтобы не было завтра на свадьбе недоразумений, чтобы мы сразу прояснили для себя, кто там будет, кого там не будет, и предлагаю начать издалека, для начала. У нас была долгая история с мамой и с бабушкой, да, а Катей Гориной, пока Горины, да, будут присутствовать, не будут присутствовать, то они должны были вместе, то одна бабушка, то одна мама. В итоге, Катюш, бабушка с братиком, бабушка с братиком, мама нет. Ты маме об этом как-то, ну, сообщила, есть вероятность того, что она через бабушку узнает, где свадьба, и там, ну, скажем так, поедет без приглашения, если да, то что ты будешь делать с этим? Она сказала, что у нее операция, и она не сможет присутствовать, но я не хотела сообщить о том, что я перед тобой не зову ее, и хотела сообщить. Она мне за день за того, как я ей хотела это делать, сказала, что она идет, ну, ложится на операцию, не может приехать. Я ей сказала, что... ...плохое самочувствие желает. В итоге ты ей сообщила, чтобы она не приезжала. И ей сказала, да, если у тебя плохое самочувствие, если у тебя плохо, приезжать не стоит. В итоге она поняла, что я звать не хочу, очень бурно это триггерл, очень бурно это реагировала, это бабушка, они не истрепли все нервы, Я просто дала поняту, что или так, или не так. И у меня есть какие-то, я не знаю. Я не хочу сейчас заниматься разборкой. А что Артур думает по этому поводу? Если все-таки мама завтра Кате появится. Я просто знаю, если мама приедет в алкогольном опьянении, это сразу катастрофа. Катя на эти вещи реагирует очень бурно. Если мама приедет в адекватном состоянии, если не будет никаких скандалов, я лично попробую поговорить с мамой, объяснить, что ну, вот так произошло. Дочка не хотела вас видеть, но если вы приехали, я лично только рад. И я позову за стол, как бы, и нормально на это реагирую. С вами!